Вести Карачаева, Черкесия Партия термобелья и теплых носков готова к отправке для наших военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. 240 новых светильников установят на улицах Черкеска. В республике выпустили цифровую карту горнолыжного курорта Дамбай. Далее об этих и других темах подробнее. Выпуск начинаем с печальной новости. Не стало Алексея Алексеевича Инжиевского, видного советского и российского государственного деятеля-дипломата. Внесшего большой вклад в становление развития Карачаева-Черкесии. На протяжении 10 лет Алексей Инжиевский избирался первым секретарем Карачаева-Черкесского обкома КПСС. За этот период, благодаря его разумной политике и трудолюбию народов республики, экономика и социальная сфера региона развивались динамично. А Карачаева-Черкесская автономная область многократно награждалась как регион, показывающий хорошую динамику в развитии. Буквально в прошлом месяце по поручению главы республики Рашида Тимрезова в Москве Алексею Алексеевичу вручили юбилейную медаль «Столетие образования Карачаева-Черкесской республики». В этом году ему исполнилось бы 89 лет. Он прошел долгий трудовой путь от простого рабочего до генерального консула, и везде, на любой должности он проявлял профессионализм, честность и нацеленность на результат. «Важно быть честным и иметь чистые руки», – так говорил Алексей Алексеевич о дипломатии, и также достойно прожил свою жизнь правдиво на благо Родины и ее народов. Выражаю слова соболезнования близким и родным Алексея Алексеевича. «Светлая память светлому человеку», – написал в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов обсудил с заместителем председателя правительства республики Евгением Поляковым широкий круг вопросов. В частности, поддержку участников специальной военной операции из нашей республики и их семей. Поляков доложил, что формируется груз по заявкам бойцов, в том числе и на средства, собранные в ходе марафона «Все для победы». Коснулись и темы социально-экономического развития региона. Это газоснабжение, улучшение транспортной доступности и цифровизация. По словам главы региона, в год развития промышленности необходимо реализовать весь имеющийся в данном направлении потенциал, в том числе создать на территории региона промышленный парк, где будет организовано производство стройматериалов и текстильных изделий. Тимрезов отметил при этом, что в регионе наблюдается положительная динамика по индексу промышленности. В рамках работы Фонда развития промышленности оказывается помощь предприятиям. Повышение платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы в Карачаево-Черкесии отметили на состоявшемся совещании в формате видеоконференц-связи под председательством заместителя полпреда президента России в Северокавказском федеральном округе Владимира Надыкта. На 1 января текущего года уровень расчетов организации, финансируемых из республиканского бюджета за поставленный газ составил 100%, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Уровень расчетов организации, финансируемых из средств местных бюджетов за потребленную электроэнергию составил 98%, что на 9,5% выше аналогичного периода прошлого года. В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия прежде всего направлены на повышение престижа профессии учителя. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. Дома Черкесска приняла решение об увековечивании памяти народного поэта Республики Михаила Бегера. На стене дома номер 5 по переулку Одесскому, где проживал поэт, будет установлена мемориальная табличка. Михаил Леонидович родился 5 февраля 1943 года. Его хорошо знали не только в Республике, но и за ее пределами. Он являлся членом Союза писателей России, был народным поэтом Карачаева Черкесии. За годы творческой жизни Михаил Бегер написал десятки стихотворений и приобрел сотни почитателей своего таланта. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Черкесске стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года». Первые открытые занятия лучших воспитателей прошли в республиканской столице на базе детского садика «Мамонтенок». Своё мастерство продемонстрировали воспитатели из Малокарачаевского, Ногайского и Урупского районов. Конкурсные испытания регионального этапа включают в себя представление участниками конкурсных материалов, проведение конкурсного занятия с воспитанниками другой дошкольной образовательной организации, демонстрация способности к осмыслению, изучению, обобщению и распространению профессионального опыта. Отметила заместитель министра образования и науки республики Фатима Бикижева. Вообще у нас в республике в дошкольных образовательных организациях проводится большая работа по воспитанию, развитию наших деток, по подготовке этих деток к обучению в общеобразовательных организациях, то есть к школе. И для нас важно, чтобы этот конкурс показал, какие передовые опыты, какие новые технологии используются воспитателями дошкольных образовательных организациях. И в дальнейшем этот положительный опыт будет демонстрироваться в другие дошкольные образовательные организации нашей республики. Сведения о 91% границ населенных пунктов Карачаево-Черкесии вынесены в Единый государственный реестр недвижимости. Такие данные сообщили на совещании по вопросу исполнения перечня поручений президента страны по вопросам реализации государственной программы России «Национальная система пространственных данных», которое прошло под председательством премьер-министра республики Мурата Аргунова. Компания «Горные вершины» Краснодарского края по итогам открытого конкурса предложила наибольшую цену за приобретение акции «Курорта Архыз». При стартовой цене 17 млрд. рублей она предложила 24 млрд. 200 млн. рублей. Ее конкурент – московская компания «Акционерное общество Партнерс Групп» предложила 19 млрд. После проведения итогов торгов по условиям конкурса с победителем будет заключен договор купли-продажи акций и договор управления. Сделка предполагает выкуп акций «Курорта» в два этапа. Владельцем 170 178 акций «Курорт Архыз» сегодня является государство через компанию «Кавказ.рф». После приобретения акции победитель конкурса сможет вести на курорте предпринимательскую деятельность и будет обязан развивать курорт. В Карачаево-Черкесии стартуют работы по подготовке к пропуску весеннего половодия и летне-осенних поводков. В соответствии с утвержденным постановлением будет проведено предповодковое обследование готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений всей форм собственности и ведомственной принадлежности и бесхозных гидротехнических сооружений. В случае обнаружения нарушений требований водного законодательства к нарушителям будут применены меры административного воздействия. Очередную партию термобелья и теплые носки передали Северокавказская государственная академия и региональное отделение партии «Единая Россия» в зону проведения специальной военной операции. Все это шили преподаватели и студенты факультета дизайна и лингвистики СКГА. Они сами разработали модели разных размеров, изготовили лекалы и наладили работу по пошиву. 600 комплектов термобелья получат военнослужащие, иммобилизованные из Карачаево-Черкесии. С начала февраля совместно с Академией региональное отделение партии уже отправило 1250 комплектов нашим землякам, которые находятся в составе 34-й мотострелковой бригады, 100-й отдельно разведывательной бригады и 67-й зенитно-ракетной бригады. Наладить эффективный диалог с властями стало возможным благодаря платформе обратной связи, разработанной Федеральным Министерством Цифрового Развития. Теперь направить обращения в госорганы или органы местного самоуправления можно через специальный виджет на всех сайтах ведомств и муниципальных учреждений Карачаево-Черкесии. Быстро, легко и не выходя из дома, комментирует информацию первозаместитель министра цифрового развития республики Инвер Кипкеев. С итогом 2022 года Карачаево-Черкесия успешно поднялась и является лидером. Она занимает седьмую строчку среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления ответов, по качеству внедрения платформы обратной связи. Перед нами поставлена задача, чтобы платформа обратной связи стала такой системой, через которую максимально и оперативно решались актуальные вопросы граждан Карачаево-Черкесской республики. С 1 марта электросамокаты, сегвеи и моноколеса, а также гироскутеры получили официальный статус. Теперь они классифицируются как средства индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. СИМ можно будет использовать для передвижения на выделенных полосах для велосипедистов, на тротуарах и пешеходных зонах, если средства индивидуальной мобильности не тяжелее 35 кг, а также для проезда на правой стороне или по обочине проезжей части. Согласно нововведениям, пользователям СИМ необходимо подчиняться сигналам светофора и регулировщикам движения, ориентироваться на новые дорожные знаки. 240 новых светильников установят на улицах Черкеска. В городе уже началась установка 47 опор освещения для 94 светильников на гостевой дороге Республиканского центра Пятигорском шоссе. В прошлом году здесь, с противоположной стороны трассы, взамен устаревших ламп, зажгли 100 новых ламп. Таким образом, благодаря новому освещению, безопаснее и комфортнее в этом году станут улицы Черкеска. Это участки по улице Красная в районе РСК, Партизанской, Международной, Орджоникидзе, Набережной, Лермонтово и Кочубея. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Республике по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года, потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» как бы она улучшает доступность и оказание медицинской помощи, то есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтезиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Благодаря соглашению между Министерством просвещения России и правительством Карачаева-Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в Ауле Адыгехабль продолжается строительство школы, рассчитанной на 600 учеников. Об этом рассказала директор средней школы Аула Белла Кухова. Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая, в общем опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там бетон, не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. В республике выпустили цифровую карту горнолыжного курорта Домбай, которая позволит лыжникам оценить сложность трасс, ознакомиться с расположением подъемников и сориентироваться на территории Домбайской поляны. Интерактивная карта направлена на изучение инфраструктуры горнолыжного курорта, в рамках которой можно найти трассы по своему уровню мастерства. Цветовые линии подскажут лыжникам, где расположены легкие, сложные и экстремальные спуски для горнолыжного спорта. Отметим, что при загрузке карты на смартфон с помощью бесплатного приложения карта.ру ее можно использовать без подключения к интернету. Туристы смогут записывать лыжные треки, привязывать свои фотографии к точке на карте и делиться с друзьями. Прокуратура Карачаевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Ставрополя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 105-й статьей Уголовного кодекса, в частности, покушения на убийство. Комментирует информацию помощник прокурора Карачаева Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. По версии следствия, 3 января этого года, около трех часов ночи, между обвиняемым, приехавшим на отдых вместе с группой туристов в урочище Махар, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своему товарищу, связанных с предположением о совершении последних неправомерных действий в отношении его малолетней дочери, произошла ссора, в результате чего он нанес пострадавшему кинжалов не менее двух ударов в области живота. Потерпевший сумел скрыться от нападавшего в безопасном людном месте, откуда его своевременно доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Сотрудники правоохранительных органов республики раскрыли тяжкое преступление 32-летней давности, а все благодаря исследованиям сотрудников экспертно-криминалистического центра республиканского МВД. Тогда, в далеком 1990 году, в органы внутренних дел обратилась 16-летняя жительница села Привольного Прикубанского района. Подробности сообщила начальник отделения информации и общественных связей МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. На первоначальном этапе расследования лицу, причастное к совершению данного преступления, установить не удалось. Несмотря на это, работа по уголовному делу не прекращалась. В начале 2023 года в результате исследования биологических следов, изъятых с места происшествия и у потерпевшей, эксперты ЭКЦ по МВД по Карачаево-Черкесской республике установили, что часть следов принадлежит лицу, который скончался в 1994 году, а часть – мужчине, данные которого были переданы сотрудникам управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской республике. Оперативники установили его местонахождение – город Сочи Краснодарского края. Выехав в служебную командировку, сотрудники уголовного розыска задержали 60-летнего мужчину. Он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли букальные эпителии. В лаборатории экспертно-криминалистического центра провели сравнительный ДНК-анализ биологических материалов, изъятых с места происшествия в 1990 году. И образцов подозреваемого, и они совпали. На основе результатов работы сотрудников уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской республике следователям Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии принято решение о возобновлении уголовного дела, возбужденного в ноябре 1990 года по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса РСФСР, изнасилование несовершеннолетней. Во дворце спорта «Юбилейный Черкеска» прошли невероятные по красоте соревнования первенства Черкеска по художественной гимнастике, в котором приняли участие более 100 девочек в возрасте от 5 до 16 лет. Спортсменки соревновались в номинации «Индивидуальные упражнения» с использованием обруча, мяча, булавы и лент. В ходе состязания определились призеры в различных возрастных категориях. Все они награждены медалями, грамотами и кубками. Поощрительные призы получили все гимнастки. Их подготовкой занимаются тренеры спортшколы номер 3 Черкеска, Галина Есипова, Александра Кужухова, Кристина Рабданова, Татьяна Лахтаренко и Милана Хакунова. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7, в горах местами до плюс 2. В горах Карачаевой Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесии днем без существенных осадков ветер северо-западный 6,11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!